Добрый день и добро пожаловать в нашу студию ДУКСК ПТВ с именем Бен Джонс. У нас в гостях Эдвард Крестин Биэй. Мы будем говорить о пенсионных фондах. Эдвард, мы рады отсидеть в нашей студии. Спасибо за приглашение, Бен. Тема нашего сегодняшнего интервью – пенсионные фонды. Расскажите нам об основных событиях, которые произошли недавно, а также каким образом можно гарантировать долгосрочный рост данного сектора. Я думаю, что основные события непосредственно связаны с финансированием фондов. На сегодняшний день пенсионные фонды столкнулись с довольно большими проблемами. В основном это связано с отсутствием возможностей по привлечению средств. Почему в принципе возникает данная проблема? Есть три причины. Первая – это негативная демографическая кривая. Вторая причина связана с социальной сверхзадолженностью в развитых странах. Третья причина – это снижение доходности по активам пенсионных фондов. Чтобы противостоять этим проблемам, правительство должно провести ряд некоторых реформ в системе пенсионных фондов. Как правило, эта система основывается на перераспределении. Им необходимо создать новую систему, которая будет основана на капитализации. Подобная система уже существует, к примеру, в Швейцарии, а также в англосаксонских странах. Но, к сожалению, на сегодняшний день такой системы нет во Франции. Расскажите нам, какие еще существуют проблемы в этом секторе, а также какое влияние имеет рынок на пенсионные фонды? Каким образом рынок влияет на сектор пенсионных фондов? Это влияние довольно сильное. На фоне этого пенсионные фонды были вынуждены сократить свои расходы. В целую очередь, что это означает? Для управления активами будут и дальше продолжать снижать комиссионные доходы по управлению. Второй важный момент, который касается основной части портфеля активов. Они предпочитают инвестировать в показательные продукты. Следующий очень важный момент. На сегодня возникает все больше и больше всевозможных требований. Имеется в виду отчетность, прозрачность. Следовательно, для правительства очень важно найти подходящего для них партнера, который может интегрировать все необходимые требования и соответствовать таким важным критериям, как факторы окружающей среды, социальные и правительственные критерии. В свою очередь, это означает, что все больше и больше менеджеров по управлению активами должны соответствовать принципам ответственного инвестирования. Расскажите нам о плане реформ пенсионных фондов, который был предложен Европейской комиссией, и почему решение этого вопроса было перенесено. Что касается реформ пенсионных фондов, то в Европе с этим все довольно сложно. В пределах стран еврозоны у нас существует очень много разных систем. И в какой-то степени довольно сложно сократить те привилегии, которыми на сегодняшний день пользуются многие работники. Во-вторых, такое изменение также означает существенные изменения в макрополитике. А это означает, что правительство не в состоянии полностью финансировать систему пенсионных фондов. Следовательно, необходимо создать систему, которая будет финансироваться частным сектором, работниками и их работодателями. Пенсионные фонды должны больше основываться на системе капитализации, а не на системе пособий. Этот сектор должен основываться на контрибуции, на валовой прибыли, на накопительной системе. Эдвард, спасибо вам большое, что были сегодня с нами. Спасибо и вам, Бен. Спасибо за внимание. Оставайтесь в дугаскопе и не забывайте, что у вас еще много других интересных интервью. А пока что все. До свидания. До свидания.